Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Номер 41. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 19 стих. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Толкование блаженов и афилакта. Говорить не о разномыслиях в догматах, но о таких разделениях, каково, например, относительно столов. Видишь, а люди начинают, должно быть разномыслием. Да каких разномыслием? А столов кормить, кому первые пироги дать? Что же значит надлежит? То, что как вы люди, то дело возможное и неизбежное, что не все ходят право. Посему-то я и верю. Подобный Господь сказал, должно прийти соблазном. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. То есть, поскольку в мире есть злые, то будут и придут соблазны. Слово «добы» означает здесь не причину, но последствия дела, как видно из многих мест. Ибо когда гордые не принимают за свой стол, тогда являются искусные, то есть бедные, потому что они терпят презрение, а прежде всего терпение их не было видно. Или искусными называют тех, которые хранят еще обычай относительно стола, ибо не все же нарушали его. Итак, когда нарушители оказываются неискусными, оказываются искусными хранители. 1 Коринфянам 11 глава, 20 стих. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Толкование. Собрание служит знаком любви и общения. Однако на деле не бывает этого. Господний вечерий называет общий стол, как подражание той тайны вечеря, которую Господь вкушал со своими учениками. Это вот Ага пособирались вместе. Это у Георгия Кочеткова сделали. Это такое идет. Хорошо ли и плохо ли? У меня опыта никакого нету. Но внутренне, я думаю, сегодня в этом необходимости никакой нету. Тогда были бедные, их накормили, пришли, а сегодня все одинаковые. Но издалека люди пришли, торопятся домой, а мы в это время обедем. Другое дело, кто остается у нас на занятиях, вот считаю, у нас именно золотая середина выбрана, кто остается на занятиях, приносят свои обеды, и никто не упивается, во-первых, алкоголя нету, ни единой миллиграмма нет, и дальше ничего нет, свиного, это абсолютно нету, колбаса купленная, там может вкрапление колбасы быть, сало свиного тоже запрещено, вот у нас мы избрали золотую середину, служба на церковно-славянском, но все библейское, на русском, по-синодальному, но если это поется, по-серковно-славянскому, то есть мы ничего, ничего, нигде насильно не делаем, и оно настолько идет легко, даже когда служат патриарши, у нас священники, епископы, они даже не замечают этого, но выходит, он считает, по-русски диакон спотыкается маленько, потому что по-русски тут понятно, что неправильно, а по-славянски считают, он как попал огородит, и никто его не проверит, правильно или неправильно, я когда обучался, вот на священника проходили, то отец Александра Пивара спрашивает, там Кизюн приехал, ну служба-то сложная, с одной книги в другую, в третью, как у старого бля, только защелки хлопают, ну а как люди, люди ничего не знают, нам главное, чтобы не останавливалось, если даже не знаешь, с любой книги бери, что-то считай, лишь бы молотилка работала, мякина летит, солома летит в глаза, а люди стоят, вот как остановились, так понимают, что-то не то, что-то батюшка не знает, главное, чтобы вот это, вот это говорили, не переставало, это мне священник говорит, старейший священник, а я говорю, вы всегда, да никто не знает, я был на богослужении, и Кондратюк, архимандрит, отец Арсений, он мне подарил 12 томов златоуста, в Синоде, в США, в Нью-Йорке, и он говорит, вот придут священники сюда, но если воскресные, служат, а когда среди недели даешь, ничего не знают, шпана, шпана пришла, это он, шпана, не знают, а, да зачем знать-то, бери да и считай, везде Бога прославляют, если ты знаешь, в переднем углу иконы, зачем счетчик-то поставил туда, ты знаешь, что люди рисуют, да зачем нарисовали змея-то здесь, она целует рот разинутого змея, на картине, на иконе, там, Георгия Победоносца, то я говорю, баба, змея же здесь стоит, да какая змея, ужалит тебя на сторону, так, ну неужели, не понимаете, да у него копье рядом, он сейчас сунет тебе по губам, ты отвисла, стоишь, бабка прогрешила тут, пришла и с линями что-то краску лижешь, дома-то возьми штукатурку, та жуй ее съеди, зачем тебе это нужно, посему и назвал обед вечерей, и так заметьте, говорит, чего вы лишаетесь, вы лишаетесь подражания трапези владыки своего, 1 Коринфянам 11 глава, 21 стих, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается, хороша трапеза была, упивается, то есть за ноги из-за стола вытаскивали, как священники вечно сидят, разговаривают, все, и выпивают, глянул, о, пол первого, вот это да, да как же литургию-то, а, а уже после 12, в рот еще нельзя взять, а там лежит под ногами, говорит, что отец Василий, а когда он упал, да еще 12 не было, все, ему завтра литургию служить, он не нарушил, правило-то, говорит, не нарушил, не знает, так это или не так, действительно было, а может не Василий, там лежал Игнатий какой-нибудь, толкование, эту Господнюю вечерю вы притворили в свою частную, эти как, вот если, масленица, венчать нельзя, убей, папа не будет венчать, но если это у него пятый брак, лишь при пяти женах будет, лишь бы архиерей дал указание, архиерей, главное-то, не Писание, не Библия, архиерей-то, он еще сам разведен несколько раз, кого спрашивать-то, какие они, толкование, ибо доколе она была общая, она и называлась Господней вечерей, ибо благо, владыки общей для всех рабов, поскольку же всякий поспешает есть свою вечерю, не дожидаясь бедных, но есть сам по себе, то вы бесчестили свою вечерю, сделавши ее вместо Господней частной, вместо Господней, когда по закону было, вот как у нас, собрались все, сестры убрали, и так это без натяжки, поесть, гости пришли, остаются там, бедный голодает, а богатый упивается, итак, два порока, один, презирайте бедных, а другой, сами упиваетесь, сами, потребляя то, что следовало, предложите бедным, выразительно сказал, упивается, 1 Коринфянам 11 глава 22 стих, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию, и унижаете неимущих, что сказать вам, похвалить ли вас за это, не похвалю, на данном бете, унижаете неимущих, там были люди, бомжи, приходили, у нас ничего этого нет, и никакой нужны, в этой трапезе богатый нет, это искусственно все будет, зачем это нужно, похвалите у кого, что с тобой лучшее есть дома, действительно, у нас есть такие, которые приходил, обедал, никогда ничего не приносил, я сделал замещание, ты обедаешь который раз, ну принеси, это же не раз в году там праздник, я как раз к слову сказал, сегодня сочельник, рождественский, то у нас как, договаривались приходить, нет, до ближайшего храма, как правило батюшка говорит, там сходите, ну вообще-то придут, кто-то, они сегодня не собираются, я не знаю, братья не объявили, и завтра ничего нету, почему? утром завтра есть? ну, братья-то, ничего не объявили, я так, я про это-то и говорю, раз не объявили, как батюшка всегда объявляет, идите в ближайшие храмы московской патриархии, там богослужения-то идут, а батюшка потеряет, он не может разорваться, ну так каждую неделю, бедный, на снегоходе там едет, и как он сейчас сильно заболел, дальше, толкование, если вы не намерены есть все вместе, то почему не едите у себя дома? вот и все, но когда ты обращаешь вечерю, вечерю Господню в частную, вкушая сам по себе, то ты оказываешь пренебрежение и к церкви, и к месту, бедных озабачивает не столько то, что вы не питаете их, сколько то, что вы их пристыжаете, обличая их нищету, тогда как сами вы располагаетесь величаво и упиваетесь, обличив погрешности, смягчает свою речь, он мог бы сказать, за это достойно тысячи смертей, а он что говорит, похвалит ли вас, за это не похвалю, поступать так для того, дабы сделать их снисходительнее к бедным, ибо если бы он до конца простер свое сильное обличение, то они ожесточились бы против нищих, так как апостол из-за них поносит их. Раз такое дело, убрать прокаженное, знаете, надо заботиться, один дал указание собрать на остров и не кормить, чтобы все перемерли, все, вопрос решился, в один день, инвалидом в войне, около 3,5 миллионов в стране было, в одну ночь все исчезли, нигде нету, и ни одного документа нигде нет, куда говорит, там фильм поставили, где расстреляли, там убрали и все, так ли было, не знаю, но фильм поставленный. 1 Коринфянам 11 глава 23 стих «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб, толкование, для чего упоминать о тайнах и обонной вечвечере. Весьма кстати, для того, чтобы убедить, что владыка твой всех удостоил одной и той же трапезы, а ты отвергаешь и презираешь однородного с тобой. Как он говорит, что принял от Господа, когда не был в то время с Господом, а был гонителем, для того, чтобы ты знал, что и ныне на таинственной трапезе преподает тайны сам же Господь, как и тогда». 1 Коринфянам 11 глава 24 стих «И возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Толкование. «Вспомните, говорит, что он преподал вам это таинство последним, притоп в ту ночь, в которую был предан на заклание, и не отлучил предателя своего от трапезы, а ты презираешь своего брата. Ты научно был благодарить, ибо и он благодарил, чтобы дать нам образец, а ты совершаешь недостойной благодарности, ибо унижаешь церковь, и тогда, как иной голоден, упиваешься». И всем вообще сказал, «Приимите, едите, и при том тело свое, которое преломил равно за всех, предав на смерть, а ты спешишь есть, не предлагаешь общего хлеба, чтобы раздать многим, но оставляешь самому себе. Если бы ты творил воспоминания о сыне или отце, то совесть замучила бы тебя, если бы ты не исполнил узаконенного и не позвал бедных. Отворя воспоминания владыки, ты и просто не разделяешь трапезы». 1 Коринфорум 11, 25 стих. «Также и чашу послевечерец и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Толкование. «И в Ветхом завете были чаши, в которые после жертвоприношения отливали кровь бессловесных». Книга Исход, 24 глава, 6-8 стихи. «И принимали ее бокалом и чашей. Итак, вместо крови бессловесных, которая запечатлевала Ветхий завет, яны не благополагают свою кровь, запечатлеваю ее новый завет. Итак, не смущайся, когда слышишь о крови, ибо если в Ветхом завете ты принимал кровь бессловесных, не тем ли более должен ныне принимать кровь божественную? И через чашу, говорит, ты творишь воспоминания смерти владыки. Как же ты один только сам пьешь и упиваешься, когда страшная чаша сия, да она равна для всех? 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Ибо всякий раз, когда вы едите с хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господне возвещаете, доколе он придет. Толкование. Вы, говорит, должны быть в таком настроении, как бы принимали жертву от самого Христа в тот самый вечер и возлежа на том самом месте. Ибо вечеря сия та самая, и мы возвещаем, то есть вспоминаем, ту самую смерть до второго пришествия. Отсюда делает вывод, что священство будет до второго пришествия где-то скрытое. Церковь будет мало, гонитель, антихрист преследовать будет, но где-то останутся, не все найдет. А он всех будет знать, не будет знать. 1 Коринфянам, 11 глава, 27 стих. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Намекает, что они сами причащаются недостойно, потому что презирают бедных. Чем же виноват бывает причащающиеся недостойно? Тем, что и он пролил кровь. Ибо как те, которые тогда прободали, прободали не для того, чтобы пить, но чтобы пролить, так и тот, кто пьет недостойно, а потому и не получает от всего никакой пользы, напрасно пролил кровь. Иудеи разорвали хитон царя, а кто недостойно причащается, тот бросил его в грязь, то есть в свою душу. Не равно ли бесчестие? Поэтому и виновен он в равной мере. Первая коронфянам 11 глава 28 стих. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Толкование. Когда у Павла в какое-нибудь предложение по необходимости входит другое, он обыкновенно исследует и последнее. Так и теперь предшествовала речь о трапезах. Но поскольку он завел речь о тайнах, то занимается ею как самым необходимым и указывает высочайшее благо в том, чтобы приступать с чистой совестью. И говорит, я не поставляю судьей над тобой другого, но тебя самого. Итак, оправдайся пред своей совестью и таким образом приступай не тогда, когда будут праздники, но когда найдешь себя чистым и достойным. 1 Коринфянам 11 глава 29 стих Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Сегодня рассуждение о теле Господнем только в чаши кровь. О Голгофе вообще разговора нет. А ведь речь-то идет именно о Голгофе, о крови, а не литургии. Все сместили на это. Толкование. Не по существу тайн, ибо они животворящие, но по недостоинству приступающего, подобно тому, как смотреть на солнце вредно для испорченных глаз, не рассуждая теле Господнем, то есть не исследуя, не помышляя о величии предлежащего. Ибо если бы мы сознавали, что в известное время предлежит, нам не нужно было бы другого пробуждения, одно это пробудило бы нас быть бдительными. 1 Коринфянам 11 глава 30 стих. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Толкование. Доказательство сказанного возьмите из того, что происходит между вами. Ибо оттого и случай безвременной смерти и продолжительной болезни, что многие причащаются недостойно. Вот это совершенно люди не знают. Главное, чаще исповедуйся, чаще причащайся, чаще болей, чаще умирай. А те, которые до самой глубокой старости не испытывают болезней, уже не грешат? Грешат. Но тем, которые приступают недостойно, предложат не одни только здешние наказания, но еще более тяжкие в другой жизни. Мы же и здесь не были бы наказываемы, если бы не грешили, как он и продолжает. 1 Коринфянам 11 глава 31 стих. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы толкованием. Не сказал, если бы мы наказывали сами себя, но только если бы мы судили и осуждали себя, то и здесь не были бы судимы Богом и избегали бы наказаний и здешних и тамошних. 1 Коринфянам 11 глава 32 стих. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Толкование. Поскольку, говорит, мы не делаем такого легкого и удобного дела, то есть самоосуждения, то и Бог не поступает с нами так непощадно, нещадно, но здесь наказывает, дабы помиловать там. Наказываемся, говорит, здесь. Не казнем подвергаемся, но получаем отеческие внушения, дабы там не быть осужденными с миром, то есть неверующими, ибо верующие, находясь под покровом Божиим, здесь получают возмездие по грехам своим. 1 Коринфянам 11 глава 33 стих. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Толкование. Опять возвратился к слову о бедных. После того, как упомянул о наказаниях и смерти. И не сказал, друг другу уделяйте, но ждите, дабы показать, что приносимое туда общее и должно ожидать общего собрания. 1 Коринфянам 11 глава 34 стих. «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться во мне на осуждение. Прочие устрою, когда приду». Толкование. Слово пристыжающее, ибо говорит с ними, как с детьми, которые в чувстве голода раздражительны и осуждают их чревоугодие. Посему, и выводя их из церкви, посылают в дом, и там немало пристыжает их, чтобы собираться вам не на осуждение, то есть во вред себе и осуждение. Собрания определены для того, дабы собирающиеся по любви были взаимно полезны. А если не так, то лучше быть дома. Говорит, это не для того, чтобы они оставались дома, но для того, чтобы сильнее привлечь их к собраниям в должном виде. Прочие устрою, когда приду. Говорит, или о других каких-нибудь погрешностях, бывших между ними и требующих распоряжения, или о том самом, что, вероятно, некоторые будут защищаться против сказанного. Слава Иисусу Христу! Но покуда сказанное мной должно быть соблюдаемое, если же кто имеет сказать что-нибудь другое, то пусть ожидает моего прибытия, устрашает же их своим прибытием для того, чтобы они смирились и исправились, если имеют что нехорошего. Первое послание Коринфянам, 12 глава, первый стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных толкования, то есть о дарованиях духа. Дело вот в чем. Те, которые вначале веровали и крестились, все получали духа. Поскольку же он был невидим, то давалось внешнее доказательство его силы, и получавшие его или говорили на разных языках, или пророчествовали, или творили чудеса. У Коринфян из-за сих дарований были смятения, получавшие больше, превозносились, получавшие меньше, завидовали им. Притом были некоторые вещуны и лжепророки, и трудно было отличать их от пророков богодухновенных. Итак, все это исправляется, и прежде всего дело вещунов. 1 Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас, толкование, дает признак вещуна для отличия пророка, и говорит, кто вещает в идолах под внушением духа нечистого, тот как бы ведомый, кем влечется связанное духом, ничего не зная из произносимого им, но будучи в состоянии иступления и беснования. А пророк не так, он все произносит со здравым умом. Это первое отличие беснующегося прорицателя от богодухновенного пророка. 1 Коринфянам 12 глава, 3 стих. Потому сказываю вам, что никто, говорящий духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только духом святым. Толкование. И это говорит, да будет тебе признаком вещина. Он анафемаствует, то есть хулит и злословит Иисуса. Наоборот, признаком пророка он произносит имя Господа с благохвалением. Что же оглашаемые, как они, не имеющие духа, именуют Иисуса, но не о них теперь речь, а о верующих и неверующих. Что же бесы, разве они не называли Иисуса именем Господа? Евангелие от Марка 5 глава 7 стих. Но они называли под ударами и против воли, а добровольно и без поражения никогда. 1 Корисвенно 12 глава 4 стих. Дары различны, но дух один и тот же. Толкование. Показав различие между пророком и лжепророком, говорит и о дарованиях, дабы исправить тех, которые за них доходили до разделения. И прежде врачу и того, кто получил меньшее дарование и потому скорбит. Зачем ты оскорбляешься на то, что получил не столько, сколько другой? Это ведь не должное что-либо, а милость и дар. Посему ты будь благодарен, что Бог ничем тебе не должен и дал тебе нечто. Притом и тебе и ему дал один и тот же Бог. Ибо не дал тебе ангел, а ему Бог, но обоим вам дал один и тот же Дух. 1 Коринфянам 12 глава 5 стих. И служения различны, а Господь один и тот же. Толкование. Упомянул и о сыне как подателе благ. Сказал о служениях, да вы более утешить скорбящего. Ибо услышав слово дар и получив меньше, он мог скорбеть о том, что обделен в даровании. Но слыша о служении не так, ибо оно указывает на труд и пот. Что же ты скорбишь, когда он другим повелел трудиться больше, а тебя пощадил? 1 Коринфянам 12 глава 6 стих. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Толкование. Здесь упомянул и об отце, который производит действия во всех верующих. И вот тебе совершенная троица. Дарование же и действия и служения суть одно и то же, хотя разнятся в названиях. Ибо равно даются и духам, и сыном, и отцом. Заметьте то, что прежде упомянул о духе, а об отце в конце, это ради тех, которые слишком разборщивы в порядке. 1 Коринфянам 12 глава 7 стих. Но каждому дается проявление духа на пользу. Толкование. Да бы кто не сказал, что же, если один и тот же Господь, и один и тот же дух, и один и тот же Бог, но я-то получил меньше. Предупреждая, это говорит, для тебя это было полезно. Проявлением духа называют чудеса, ибо из них ясно было, что дух обитает в крестившихся. Что же ты скорбишь? Больше или меньше ли у тебя дарования? Видно, что ты имеешь духа. О чем же тебе заботиться? 1 Коринфянам 12 глава 8 стих. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом толкования. Какой имел Иоанн Богослов, так же и сам Павел. Заметь то, что о духе употреблен здесь предлог чрез, другому слово знание тем же духом, какое имели многие из верующих, сами имевшие знания, но других научить немогшие, ибо мудрость учит, будучи некоторой ясностью, так как она обнаруживает и сокровенное, везде поминает об одном и том же духе, чтобы утешить, как много раз говорено, того, кто получил меньше. 1 Коринфянам 12 глава 9 стих Иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. Толкование. Вера не в догматы, но чудодейственное, которое горы переставляет. Евангелие от Матфея 7 глава 20 стих Дар исцелять всякую болезнь и всякую немощь. 1 Коринфянам 12 глава 10 стих Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечению духов, иному разной языки, иному истолкованию языков, толкование. Такое мог и наказать непокорных, как, например, Павел поразил зелиму слепотой, деяние 13 глава 11 стих, а Петр Ананию поразил смертью, деяние 5 глава 3 по 5 стихи. Получивший дарование исцеление не мог совершать этого, иному пророчества, иному развлечения духов, то есть способность знать, кто духовен, а кто недуховен, кто пророк, а кто обольститель. Дар языков Коринфян был в изобилии, им-то они более превозносились, так как он первый дан апостолам и потом почитался важнейшим прочих. Но это не так, ибо дарование учительства важнее, и истолкование языков важнее, нежели дар просто говорить на языках. 1 Коринфян 12 глава 11 стих. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Толкование. Опять предлагает то же утешение, то есть, что все производит один и тот же дух, особенно же заграждает уста тому, кто недоволен своему делом, ибо говорит, как ему угодно, так и творит. Кто же ты такой, что недоволен? Заметь, что это изречение и против оставших на духа, ибо он действует не как ему повелено, но как ему угодно, посему он владыка и бог, и действует как отец, производящий все во всех. Стих шестой. Первое послание Коринфянам, двенадцатая глава, двенадцатый стих. «Ибо ибо ибо тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос». Толкование. «И примером тело утешает скорбящего о меньшем даровании, доказывая ему, что он не обделен. Ибо как тело есть и единое, и многое, потому что имеют члены, так и члены суть многие, и едино, потому что все вместе составляют единое тело. Где же развлечение? Где большее, где меньшее? Ибо все едино. Так говорит и Христос, то есть церковь Христова. Поскольку Христос есть глава церкви, то именем главы назвал церковь, глава, есть один человек. Так знаешь, что и церковь, и Христос, как тело и глава, суть едина. Вместо церкви поставил имя Христа. И так говорит, что в церкви, хотя она слагается из разных членов, все мы составляем нечто единое.